Ребята, всем привет! Вы на канале Сити Перепел. Наступило лето, жара, и у меня случилась сегодня радость. Приобрели вот такой маленький холодильник Бирюса 90. Сейчас везем его с горбушки домой. Холодильник куплен, чтобы хранить фрукты и овощи с Фудсити, потому что очень экономно там их покупать, они гораздо дешевле стоят, чем в магазине. Под видео ссылки на те видео, где я озвучиваю цены на рынке Фудсити. Это для тех, кто живет в Москве, Московской области. Да и может быть с регионов кто-то приезжает. У нас сегодня жара, 28 градусов, все супер. У нас есть холодильник, но он маленький, потому что съемная квартира, большие стараемся не покупать. И хранить все это добро в одном холодильнике у нас не получается. Поэтому пришлось приобрести еще один. Холодильник небольшой, но и не самый маленький. Размер его вот указан на коробке. 49 на 46 на 89 сантиметров. Вес 20 килограмм. Дата изготовления свежий. Март этого года. Вот так он спокойно помещается на тележку. И своим ходом мы его сейчас довезем. Мощность потребляемая бирюса 90-85 ватт. Номинальный общий объем брутто 94. Полный объем 93. Номинальный полезный объем отделения для хранения свежих пищевых продуктов 93. Температура в отделении для хранения свежих продуктов от 2 до 8 градусов. Габариты высота 850, ширина 472 и глубина 450 миллиметров. Установленный срок службы не менее 5 лет. Уровень звуковой мощности в децибелах не более 42. Класс энергетической эффективности А+. Вот так он шумит, когда включается в работу. Очень тихо. На корпусе имеются фиксирующие липкие ленты. Вот так выглядит задняя панель холодильника. Здесь у нас этикетка. И самое интересное. Вот сам компрессор. Провода заземления. Провод. Подключение. К электросети. Включился в работу. Слышите? Та-дам! Вот так он выглядит внутри. Здесь тоже еще прикреплена транспортировочная лента. Сейчас я ее уберу. Ну, Шаня, как тебе новый холодильник? Низкотемпературная камера. Вот так выглядит холодильник. Вот так выглядит холодильник. Три полки в нем. На дверце тоже есть выступы для хранения каких-то продуктов. Отдельной морозилки в нем нет, но есть вот такой отсек. Низкотемпературная камера. Вот видите, здесь уже наморозился небольшой снежок. Вот. То есть это такая мини-морозилка. Вот здесь переключатель температуры. Вот поворот и, слышите, холодильник отключился. Вес холодильника без упаковки 18 килограмм. Он стоит на вот таких опорах. Колесиков у него нет, но опоры можно регулировать по высшине. Ребята, вот такой хороший, универсальный, недорогой, небольшого размера, легкий холодильник. Очень функциональный. Я вам рекомендую, если вам требуется дополнительный холодильник в квартиру или холодильник на дачу. Вот такой удобный вариант для транспортировки, переноски. Покупали мы его на рынке горбушки. Цену я называть не буду. Цены меняются сейчас каждый день. Их можно найти при желании в интернете. Холодильник Бируса 90. Продукты с Фудсити. Закупили ананасы, огурцы, абрикосы узбекские. Еще клубнику брали. Но клубнику я в другой холодильник убрала. Сейчас я вот эти фрукты попробую, овощи разместить в новый холодильничек. И покажу вам, как уже все это будет внутри. Поместится сколько чего. Давайте понаблюдаем. Итак, ребята, настал звездный час для холодильника. Та-дам! Проверку на вместительность он прошел блестяще. Как вы сейчас видели, было две коробки фруктов и одна коробка овощей. Вот все это вошло в этот чудесный холодильник. Значит, сверху на полке три ананаса, немножко абрикос. Далее сюда я разместила металлический поднос. И на него, как вы видите, вошло вот столько абрикос. Далее на полке еще два ананаса, немножко огурцов. Снизу тоже у нас огурцы. Здесь огурцы, немножко зелени. Здесь перепелиные яйца. И вот на дверце оставшаяся часть абрикос. Кстати, абрикосы классные, узбекские, сочные, спелые и очень сладкие. Кому интересны цены, ассортимент, который я беру на рынке Фудсити, пожалуйста, ссылки на видео я оставлю внизу в описании. Проходите, смотрите. Ну, это, я думаю, больше интересно для тех, кто в Москве и Московской области. Вот опять холодильник включился в работу. Слышите? Улюлюкает потихонечку так. Вот стоит он у меня сейчас на минималке, чтобы не поморозить вот эту верхнюю полку. Вот такой вместительный, среднего размера, совершенно недорогой, наш российский холодильник Бирюса 90. На холодильник дана гарантия от фирмы, где мы покупали на горбушках, это неделя, и дали два года гарантии от производителя. Вот гарантийная карта, печать. День четвертый, полет нормальный. Двигатели работают, холодильник морозит. Вот так сейчас выглядит отделение пониженной температуры. Здесь у меня лежит вот такой аккумулятор холода. Он полностью замерз. То есть это отделение пригодно для хранения полуфабрикатов, заморозки мяса. Ну, в принципе, это полноценная морозилка. Стоит сейчас здесь минимальная температура, между минимальной и средней. Вот на таком значении. Морозилка на этом значении, как я уже вам сейчас показала, хорошо работает. Лед, как написано в инструкции, периодически надо холодильник отключать, естественно, его размораживать. Холодильник Бирюса 90. На этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Вы на канале Сити Перепил. Всем хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Пока-пока.